Харе Кришна, дорогие преданные, давайте споем Киртан перед началом лекции Джайарадхамадхова. Джайарадхамадхава, 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 Джайар Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok YAMUNACHIRAVANACHARI 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, 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 Rama, 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 Hare, 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 Hare Krishna, 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 Hare, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare, 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 Hare Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 И было бы здорово подвинуться поближе Субтитры создавал DimaTorzok Хари Кришна Уступ Господа Кришны Давайте прочитаем молитву перед лекцией Субтитры создавал DimaTorzok Хри Кришна, Хри Кришна! Хри Кришна! Хри 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 Рама! ри рама 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 ри ри и так это глава рассказывает о том как царь садраджит получил камень с ямонтака господа солнце этот камень принес ему не столько радости сколько несчастье в общем история начинается так царь садраджит получил камень от господа солнце солнце потому что он совершал поклонение ему и господ солнце очень дорожил этим преданным и знак своей дружбы и тем что он ценит царя садраджита он дал ему этот камень сейчас я прочитаю первый и второй стих десятой песни 56 главы в шимад бхагаватам шишука увача садраджит ага свата на ям кришная крита кил бишах сьяман таке на маниша на манина своям у дьям я дата ван шукадева госламе сказал оскорбивший господа кришна царь садраджит постарался искупить свою вину отдав господу свою дочь вместе драгоценным камнем с ям антака махараджа парикшит спросил о брахман чем оскорбил господа кришну царь садраджит откуда он получил камень 7 антака и почему отдал дочь верховному господу я бы хотел рассказать вам эту историю потому что несколько дней назад я начал читать ее дома и на мне очень понравилось в общем когда царь садраджит получил этот камень с ям антака он отправился в двораку когда он шел по улицам двораки то на улице сиял он как солнце из-за этого камня когда люди видели его они просто не могли смотреть потому что этот камень так сильно сиял словно солнце подчиненные господа кришны побежали к нему сразу же и рассказали что о господь к нам пришел с небес сам господь солнце он сияет так словно словно солнце но господь кришна сказал им что это вовсе не господь солнце это царь садраджит который получил в милость камень 7 антака и когда царь садраджит пришел свой дворец в двораке он попросил браманов чтобы они установили этот камень на алтарь и когда установили этот камень на алтарь и чтобы ему поклонялись другие люди обычные когда если этому камню должным образом поклоняться то он производит 8 бар золото 1 бар а это сейчас тут есть стих который описывает 1 бар это вот сейчас где-то тут был в общем одна бара около 8 9 килограмм и в общем этот камень в день производил около 70 килограмм золота если ему поклоняться должным образом еще там где поклонялись этому камню в округе не было ни болезней люди не умирали раньше срока не боят не могли могли не бояться обманщиков и все у них шло хорошо не боялись укусов змей и и не болели и однажды господь кришна он пришел к царю садраджит и попросил у него камень семантака чтобы отдать его царю мадхуры угрозы не но царь садраджит он он не хотел отдавать этот камень потому что он очень ценил этот камень и хотел чтобы он остался у него тогда этот ответ царя садраджита не заставил себя долго ждать и садраджит отказал господу кришне и однажды брат царя садраджита отправился на охоту с этим камнем на шее на охоте его растерзал огромный лев и и лев забрал этот камень он отправился в пещеру где жил царь медведя джамбаван еще джамбавана называют рикша джамбаван убил льва и забрал этот камень когда он вернулся домой он отдал этот камень своему маленькому сыну чтобы тот игрался с ним и когда царь садраджит он узнал что понял что его брат процена долго не возвращался с охоты тогда он сказал что наверняка это кришна забрал этот камень убил моего брата и забрал этот камень потому что он недавно просил у меня этот камень и когда по двораке расход разошлись эти слухи и кришна узнал об этом он решил восстановить свое имя и отправился вместе со своими подчиненными искать про цену когда они пошли в этот лес они нашли про цену тело просвены его мертвой лошади рассерзанных львом камня при нем не было они пошли дальше и нашли мертвого льва на склоне горы когда они обыскали эту гору они нашли глубокую черную непроглядную тьмой пещеру тогда кришна сказал что пускай его подчиненные остаются у входа в эту пещеру а сам он отправился туда пещера это было очень глубокая много километров в глубину и там было очень много летучих мышей которые осаждали господу когда господь дошел до конца этой пещеры он видел маленького мальчика то есть медвежонка сына джамбавана и он попытался забрать этот камень но нянька этого мальчика закричала а и сразу же прибежал джамбаван и вступил в бой с господом кришной он не узнал его и был в ярости когда человек он в ярости он не понимает что что ему делать он просто идет в гневе и хочет решить то что хочет устранить ту проблему которая стала ему этот гнев дрались господь кришна и джамбаван 28 дней они осыпали друг друга ударами кулаков стволами деревьев и огромными валунами и через 28 дней у джамбавана просто не осталось сил из-за ударов господа господь господь продолжал и продолжал его бить и джамбаван наконец понял что это не простой человек потому что простой человек никогда бы не смог столько сражаться с ним джамбаван это сын брахмы и он шил со создания вселенной и его никто не мог победить я думаю он даже раввана мог держать в заключении мог победить раввана сам в общем когда джамбаван понял что это господь он начал петь о господь и начал восхвалять его качество тогда господь остановился остановился и положил свою руку джамбавана на голову джамбаван тогда успокоился и лишился всех печалей и страхов и тогда джамбаван спросил о господь а зачем ты пришел в мою скромную пещеру господь тогда рассказал ему всю историю как царь сатраджит развел слухи о том что господь украл от камень сямантака и убил его брата и господь кришна пришел в эту пещеру чтобы восстановить честь своего имени тогда джамбаван сразу же отдал камень сямантака господу кришне и еще вдобавок предложил руку своей дочери джамбавате господу кришне и и пока шла эта битва джамбавана с господом кришной на 12 день этой битвы слуги не выдержали они очень боялись они вернулись двораку и сообщили о том что кришна не вернулся кришна ушел в пещеру и до сих пор находится там все жители двораки очень расплакались они очень любили кришну они все хотели чтобы кришна вернулся и поэтому они пошли в храм богини дурги начали поклоняться и каждый день когда вот в один день поклонений богини дурги господь кришна вошел в дворику со своей новой женой и с камнем с ямантака и все восхвалили богини дургу и очень обрадовались то что кришна вернулся они пришли и обнимали его раз за потом господь кришна отдал камень с ямантака сатраджит у сатраджит был очень очень подавлен очень расстроен тем что он ни за что просто оскорбил господа кришну он он понял что он был очень жадный он поступил неправильно и тогда он решил отдать господу кришне камень с ямантака и еще он отдал господу кришне свою дочь в жены он господь кришна он не принял камень с ямантака обратно потому что это для него было не сокровище это просто был камень который светился чуть-чуть ну в общем какой урок мы можем выяснить из этой истории урок мы можем выяснить такое что когда люди получают какие-либо богатства блага мистические силы то они легко могут возгордиться если они не повторяют мантру там не совершают яги чтобы контролировать свои чувства и постепенно люди с богатствами они падают в гун невежество в гун невежество людям хочется все больше и больше богатств они хотят больше комфорта больше денег больше дворцов больше земли вот как сейчас люди у которых есть власть они просто стремятся увеличить эту власть и это приводит к большим проблемам например загрязнение окружающей среды уничтожения народов они могут убить обычных людей за богатство и даже создание ядерных ради ядерного оружия это тоже можно причислить сюда потому что господь шива однажды сказал полубогам когда они хотели создать очень мощное оружие которое победило бы всех демонов он сказал им что не надо создавать это оружие потому что если оружие создано то она обязательно будет использована вот реки все на но вопросы можно конечно ну что если у кого-то есть вопросы придем поднимаете руки или дополнение или вопрос ну кришна вернул можно повторить чтоб все услышали вопрос был таков как кришна очистил свое имя очистил но ну распространялись слухи что кришна виноват в том что он убил брата как зовут прасена прасена и забрал камень и люди считали что кришна негодяй и так камень забрал себе таким образом как он очистил своими ну он забрал камень и джамбавана и вернул его сатраджиту тогда сатраджит ну тогда он тем самым он вернул честь своему имени спасибо за лекцию мой дорогой друг наш дорогой друг я удивляюсь даже как 15-летний капитан так свободно держится на весах они просто это великолепно просто вот у меня такой вопросик я сказал что спасибо за лекцию очень хорошо такой вопросик небольшой почему же все таки люди скатываются в невежество первая первопричина почему мы скатываемся в невежество ну когда у людей есть власть ну они внезапно получают власть даже если за свои труды и они еще не умеют контролировать свои чувства не постепенно скатывается в невежество из-за того что они все удовлетворяют и удовлетворяют свои чувства этими богатствами так они скатываются в невежество хорошо контроль чем сюда согласен но а самая главная все таки причина самое главное они забывают о господи вот отлично спасибо большое за лекцию удивительно а как же не забывать нам о господи надо постоянно повторять святое имя господа и читать бхагавадгиту шримад бхагава там священные книги слушать лекции махараджей ну и обычных преданных которые дают это телец дают эти лекции постоянно помнить о кришне надо же спасибо а если не не хочется хочется там залезть на youtube или там купить как и одну там в кино сходить там да не хочется вот читать хочется еще там привычки же есть старые да да ну поначалу можно прочитать 16 кругов мандры идти смотреть youtube идти в кино ну а потом уже эти желания сами по себе отпадут и ответил на вопрос может кто-то еще хочет добавить ну тема классно может кто-то хочет добавить как еще можно ну-то до 16 кругов это сильная доза сильная таблетка такая пропад говорил что преданных говорят вот не помогает не помогает он говорит все проверено все работает все помогает если не помогает 16 кругов добавьте еще немножко увеличить дозу да все работает просто надо может дозу увеличить ну может кто-то хочет добавить еще как может 16 кругов ну я слышал такое что если нету вкуса да к чтению книг то тогда нужно общаться с теми у кого есть вкус да кто читает книги изучает слушать почему это важно вот говинда кавиранш прабу я знаю много читает книг что мы поделим сейчас просто за слушать в сети еще не то считание махараджа свой опыт рассказывал он говорил что если вы 5 кругов повторите качественно 5 кругов то у вас весь день будет просто будете там в духовном мире поэтому 16 кругов это как бы это непростая вещь как бы ну как кажется а 17 если мы там 17 кровном аппаратке 18 кровном аппаратке это эффектах ну может какой-то будет но не такой поэтому даже вот эти 16 кругов это не так просто что думаешь ну как-то обыденная вещь то есть надо качественно чтобы ум соприкасался со святым именем что было понимание господа если даже вот как он говорит что 5 кругов повторили так правильно то вас весь день будет ну почувствуете очень поэтому это очень 16 кругов это могущественная практика с пониманием настроение внимательно как бы ну чтобы ум соприкасался как бы со святым именем чтобы между умом умом и мантрой ну не было каких-то там плана еще что-то там вспоминаем что-то хорошее или наоборот что-то плохое там кто мне там плохое сделал то есть если вот это есть как между этим то получается ум не соприкасается сносы святым именем до эффекта мало это подобного как солнце светит да и тучи сейчас солнца не видно да она вроде светит что-то это но самого солнца мы не видим и точно так же вот солнце как бы святую меня должно как бы ну ощущать как чтобы это тепло его ну все ну да я хотел еще добавить несу святое имя имеет три вида в невежестве и суд хана мы должны стремиться это делать читать в чистом это конечно очень трудно добиться то есть ум должен быть сосредоточен все время на кришне добиться этого очень и очень мы можем сосредоточить ум свой когда читаем джапу только где-то минуты на две на три дальше все дальше начинает у нас гулять и нам очень больших усилий требуется чтобы этот ум загнать опять туда где ему положено быть значит в невежестве да нельзя читать понятно так что остается у нас второй тип второй тип нам абхаз нам абхаза правильно спасибо тебе дорогой нам абхаза да это тень тень чистого имени повторение чистого имени далеко тоже непросто очень непросто но хотя бы это мы должны себе позволить спасибо лектор имел ввиду 16 кругов на абхаза очень внимательно да правильно ну я имел ввиду что можно и так но так менее эффективно не нам абхаза она все это имя всегда работает она всегда дает благо но гораздо большее она дает когда вы повторяете его внимательно и со смирением вот так вот а можно еще вопрос вот вы говорили о том что когда человек получает богатство власть славу дата он очень часто как бы впадает в гонус страсти в невежество да и потом применяет это ну скажем в разрушительных каких-то формах да а всегда ли ну так происходит и и получается что чтобы быть в принципе в благости получается ты не должен быть богат и славен или есть какие-то другие варианты есть есть примеры когда я точно не помню имя этого духовного учителя он стал царем 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 африки он строил больницы он помогал людям да бакфик тирс хам махрадж он стал царем африки хотя он и был саньяси у него было много денег но он сохранял свои чувства в гости ну еще мать тереза тоже на изначально она была монахиней и позже она собирала деньги на помощь жителям индии других стран которые нуждались в помощи детям помогала она собирала множество сирот в зданиях помогала им и обучала давала им любовь у нее было очень много денег и при всем этом она сохраняла себя в коне благости вот хари кришна дорогие преданные нету проблем уже деньгах мы все это прекрасно понимаем есть только проблема в том считаем ли мы любую энергию божественную своей или кому она мы понимаем кому она принадлежит потому что естественно среди например спутников господи сочетания есть огромное количество очень богатых преданных пундари кавидьянидхи махараджа протопорудра это ни в коем мере не мешало им быть великими преданными и также есть преданные которые жили в полном таком знаете как тотальном отречении но суть суть преданного служения она не зависит от внешнего положения личности большей степени вопрос том как мы используем доступную нам энергию служение господа или в служение своим желаниям собственно как бы и все и все нету никакой проблемы пару слов я бы хотел еще добавить когда ну к вопросу про святое имя что если нам трудно читать святое имя и и бывает даже как-то противно ну если вы только начинаете и что-то вас травма какая-то с этим связано вы все равно продолжаете это делать и это противостояние святому имени пропадет демонов внутри вас он уйдет он или станет чистым преданным и вы сможете спокойно чисто повторять святое имя даже если вам если если вы повторяете по одному кругу в день ничего страшного потом вы продолжаете добавляете и постепенно постепенно у вас все получится при кришна могли бы какие еще другие выводы можно сделать из этой истории нам на самом деле в каждой истории много разных грани еще можно сделать вывод что кришна очень силен что что когда вы получаете богатство надо надо помнить какая истинная цель жизни всегда надо помнить истинную цель жизни царь сатраджит он забыл истинную цель жизни он не отдал господу кришне этот камень когда он попросил сразу он зажадничал и поэтому так получилось было сказано что человек человек падает в гону невежества и из-за богатства когда у него много богатства неправильно их тратить на чувственное наслаждение а как же быть людям которых нет богатства но и все равно впадает в гону невежества читать святое имя ну читать книги и и стараться постоянно пребывать в гоне благости даже если ну они в гоне невежестве сначала надо перейти в гону страсти это уже большой прогресс с гону невежества в гону страсти с гону страсти в гону благости а гону благости это трамплин на трансцендентную гону трансцендентное сознание так да сначала лучше так я думаю ну можно и перейти в гону благости но это по милости духовного учителя или великого преданного или велик или кришны можно сразу перейти на трансцендентный уровень на гону благости но сразу с гону невежества на гону благости очень тяжело перейти аре кришна спасибо большое вы сказали что можно обусловиться да и ну богатствами вот какие еще есть варианты да вот вы сказали чтобы не обусловиться то есть повторять маха мантру да а какие еще есть костыли ну те которые нам помогают духовной жизни которые даже важнее чем маха мантра есть что-то важнее ну или просто даже помощники какие есть еще служение общение аскезы всякого рода ну ну да аскезы там на икадаши поститься и что еще можно сюда хрена мы можно ходить книги раздавать и чем вы больше отдаете чем тем вы больше получаете жертвовать если у вас есть богатство жертвовать на благие дела храмы на даже на церкви потому что церкви они тоже говорят о боге может в другом смысле но они же тоже говорят о боге они приводят людей к новому уровню ну хотя бы какое то знание они дают нет я вопрос такой задам скажите пожалуйста какие вы знаете примеры о силе святого имени силе святого имени ну могу разве что свой пример привести хорошо ну в общем святое имя в начале войны мне было трудно у меня был стресс хотя я этого и не показывал никому и мне было тяжело повторять святое имя я просил господа чтобы он помог мне повторять святое имя дальше и я повторял 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 увеличивал потом понижал потому что не получалось количество кругов и в конце концов это все дает платы вывод какой издаваться не надо да да конечно и вспомните еще шестую песню шеремат бауатом пожалуйста какой там сила святого имени было ну 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 история с аджамилой аджамила пожалуйста история с брахманом джамилой сначала он был такой молодой брахман сильный такой ну мудрый и однажды он ходил по лесу и увидел женщину он влюбился в нее потом он бросил свою жену он грешил очень много убивал воровал короче где-то так 60 лет продолжалось и в конце концов у него еще один сын родился он назвал его Нарайана возможно это была милость господа потому что он ну хотя бы когда-то повторял святое имя хотя бы он когда-то совершал скезы в раннем возрасте и в конце концов он назвал своего сына Нарайана и при своей смерти в момент смерти Ямадуты пришли и он был привязан очень сильно к своему сыну Нарайане и он кричал Нарайана Нарайана и повторял Нарайана Нарайана много-много-много раз и потом пришли вишнадуты и прогнали Ямадутов говорят что вы тут нашего трогаете уходите отсюда тогда Ямадуты пошли обратно к Ямараджу и спросили у него Ямарадж а что это такое почему грешника защищают вишнадуты а он им отвечает потому потому что он в момент своей смерти он думал о святом имени он думал о имени Нарайана хотя он думал не искренне но не чисто он думал что это про своего сына он думал но его сына звали Нарайана и и само имя Нарайана само святое имя оно очищает очистило его сердце и оно дало ему большое благо тем самым он спасся и вернулся по-моему он вернулся обратно в тело и начал следовать всем правилам там законам спасибо спасибо даже неосознанное 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 не он же не звал господа он звал просто своего имя неосознанно повторяясь это имя дает нам величайшее благо ну это это что по поводу того что Нарайана говорил какие еще методы мантру повторять вот есть такой стих ну как бы намаручи дживадоя вайшнавасел вот эти три вещи они между собой завосвязаны то есть намаручи это повторение святой имени вайшнавасел служение преданным и дживадоя это проповедь и вот если ты хочешь как бы вот допустим учиться повторять святое имя ну нормально если не получается ты должен вкладывать в два других как бы допустим если ты служишь преданным а из преданных допустим кто-то допустим ну у кого-то получается лучше чем у меня повторять да и ты через это служение ты как бы вот эти качества хорошие перенимаешь или допустим ты пытаешься кому-то помочь И когда ты кому-то пытаешься помочь, то Господь тебе авансом дает, даже если ты не квалифицирован, Он дает тебе этот вкус и все остальное. И точно так же наоборот, если какая-то из этих вещей ты пренебрегаешь, то остальные две тоже. Если ты мантру плохо повторяешь, то уже преданными начинаешь пренебрегать, или о проповеди вообще речи, у тебя никаких сил, никакого энтузиазма нет. Поэтому вот эти три вещи, чтобы легче запомнить, то есть намаручи, святое имя, дживадоя, проповедь и вашнавасева, это служить преданным, который всем. Бхакивигана Гасамма Махараш говорит, что это формула быстрого успеха в сознании Кришны. А еще вот на Харинаме эта формула, она получается объединена. Там есть намаручи, вашнавасева, да, мы вместе служим вашнавом, и дживадоя. То есть в Харинаме это все включено, Махапрабу это все сделал так, чтобы мы могли быстро прогрессировать, за одну жизнь вернуться домой обратно, сегодня в Харинаму, а в 16.30. Поэтому если кто-то заинтересован в духовной прогрессе, у нас есть большой прицеп, всех заберем на Харинаму, туда и обратно, джай пропад. Может еще какие-то есть вопросы или дополнения? У нас просто такая тема пошла, очень приятная о святом имени. Может быть кто-то из преданных поделится своими историями или лектор, потому что говорится, что святое имя может все, и оно самое чудо из всех чудес. Были ли какие-то преданных ситуации, когда святое имя что-то меняло в их жизни настолько, или проявлялось какое-то чудо при повторении святого имени, когда человек уже был на грани чего-то, но святое имя его спасало, или давало какой-то знак, и человек снова вдохновлялся. Я тоже могу сказать на эту тему, например. В общем, однажды я, в прошлом году я иду со школы, вроде бы было зимой, где-то в середине зимы, возвращаюсь я с метро, иду, 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 читаю мантру, думаю, Кришна, ну вот скажи, вот ты настоящий, вот если ты настоящий, то вот дай какой-нибудь знак, пожалуйста. Иду, 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 даже в отчаяние немного впадаю, и, ну, читаю мантру. И тут ко мне сзади подъезжает человек на велосипеде, хлопает меня по плечу и говорит «Харибол!» и просто уезжает дальше, я его лица не видел, просто в капюшоне человек в кофте на велосипеде проезжает, говорит «Харибол!» и уезжает. Да. Я хотел рассказать, если вы позволите, маленькую историю, я обещал как-то немалую пробу рассказать ее, почему же все-таки Аджамила назвал своего сына Нарайна. Знаете кто-нибудь эту историю? Нет, она, хорошо, хорошо, она в Шасрах есть, только она не Багатон и не Багавадите. Да, да, давайте я вам расскажу, она небольшая, совершенно, потому что всем будет очень интересно. Когда-то один брамал, я не буду называть имена, он обидел, очень обидел, Муни. Что такое Муни, вы знаете, это мудрецы такие, ну так... И Муни этого мудреца проклял, проклял, причем капитально. Но потом он его немножко позалил, и говорит «Так, я сниму с тебя проклятие, если ты найдешь мне самого-самого грешного человека, вот где бы ты ни искал, самого-самого грешного, и поделишься с ним Махапрасадом». Представляете? И этот Брахман говорит, а что делать? Начал искать, он месяц искал, два искал, три искал, очень долго, где-то полгода, наверное, искал самого-самого грешного человека, когда ему подсказали. Вот там-то и там-то живет такой-то и такой-то. Такого грешника вы еще никогда не видели. И это был как раз Аджамила. Да, он пришел к нему домой с Махапрасадом, он постоянно с собой таскал этот Махапрасад. И, говорит, нашел его, вызвал к себе, говорит «Так и так, дорогой, вот меня вот прокляли, а я хочу тебе благо сделать, если ты соизволишь отведать моего Махапрасада». Сначала Аджамила упирался, думал, что это, что это такое? Ну, все-таки согласился, и этот Брахман поделился с ним, этим Махапрасадом своим. Когда Махапрасад был съеден от Аджамилой, проклятия улетели. Проклятия, те, что ему не ему сказал, он все уже, он остался без проклятий. И он говорит «Теперь за это, за это, то, что ты для меня сделал, я хочу тебе очень и очень помочь». Он говорит «Как помочь?» А говорит «А я знаю, что у тебя скоро родится сын». Да, говорит, да, он родится. И теперь, говорит, этого сына ты должен назвать не иначе, как Нараяна. Ты сделаешь это для меня? Да, конечно. И когда родился сын, он назвал его Нараяна. И чем это все кончилось, вы прекрасно всем знаете. Риво. Спасибо. Еще есть вопросы? Мы все знаем Нанду Махараджи, он служит сейчас на войне. У него есть сын Кришнадас. Кришнадас недавно заходил на обед, Ваня его встретил на Санкт-Кришнаде. Он пришел, такой крепкий парень, рассказал историю. Говорит, их окружали недавно. И он, говорит, парням рассказал о Махамантре, что это самая сильная мантра. Она очищает, отрезвляет, раскрывает все, что нужно, все, что нужно, закрывает, все лишнее убирает, все, что надо, дает. И особенно защищает в таких ситуациях. Они выучили эту Махамантру. И там была такая ситуация, два пулеметчика было. Их всех окружали, но эти пулеметчики, они сказали, мы вас прикроем, просто уходите. И все молодые ушли, эти остались. Они лежали, их окружили и, в общем, убили. Но они очень громко звали Кришну. Очень громко воспевали Харе Кришну Махамантру. И через несколько дней приснился сон Кришнадасу. Он говорит, снится сон. Я, говорит, прихожу в храм здесь, смотрю, они на крыльце стоят такие, сияющие, счастливые. Говорит, а вы как здесь оказались? Так как ты ждал нам мантру. И мы повторяли, вот мы, не волнуйся, с нами все очень хорошо. И большое тебе спасибо. Харе Кришне. Еще просто за себя скажу, что я решил провести эксперимент в жизни тоже, когда я жил обычной жизнью, как и все. И один преданный кормил меня просадом и дал диск. Я послушал диск Лашмина Райана, и он вдохновил воспевать святое имя, попробовать Махамантру воспевать. Я думал, поставлю эксперимент, где-то неделю я повторял по пять минут Махамантру, когда вшел в гараж за машиной. Просто повторял, Харе Кришне, так, чтобы люди не слышали, тихонько. И слушал. И медитировал. Лаурадхов Кришна, пожалуйста, займите преданное служение вам. Перемедтировал каждую мантру, медитировал внимательно на перевод. И через неделю вообще начались чудеса в жизни, очень сильные. Так ярко было заметно, болезнь ушла, привычки ушли, работа хорошая пришла. Ну, такие материальные вещи. Ну, и духовно я почувствовал, я почувствовал сильный вдох такой, знаете, как на всю грудь. Посмотрел по-другому на жизнь. Вот по милости святого имени, по милости Джаганадхи. Так вот в моей жизни святое имя сыграло такую роль, что оно меня вдохновило. Показало свое могущество, что эта практика очень могущественная. И мне стало интересно, что же будет дальше. Вот. Я до сих пор ищу. Мне интересно, что будет дальше. Харе Кришне. Харе Кришне. Харе Кришне. Харе Кришне. Харе Кришне. Харе Кришне.